Итак, друзья, давайте продолжим. Динамическое программирование лекции 5 часть 3. Сегодня мы говорим о многомерных задачах динамического программирования. Новый курс 2014 год. Итак, мы сейчас решим с вами еще одну задачу, в которой продемонстрируем переход от одномерной, известной нам задачи динамического программирования, связанной с возвратом сдачи, к многомерной задаче, к двухмерной задаче динамического программирования. Итак, я напомню вам условия задачи, которую мы решали, кажется, на второй лекции. Итак, наша цель вернуть сдачу номинала n с помощью минимального количества монет. Наша цель вернуть сдачу номинала n с помощью минимального количества монет. И у нас есть монеты с достоинством 1, 2 и 5. Я вам напомню, что когда мы решали задачу, мы получили примерно следующую вещь. То минимальное количество монет, которые нужно что вернуть сдачу размера n fn равняется 1 плюс минимум. То есть мы берем одну монету, и дальше надо посмотреть на минимум между следующими условиями. Если мы берем одну копейку, нам останется вернуть сдачу номинала n-1. Если мы берем 2 копейки, нам останется вернуть сдачу номинала n-2. И так далее, если мы вернем сдачу размером 5, n-5. И это верно для любого n больше и равного 5. Да? Если не помнили или чуть забыли, можете вернуться к лекции 2 и пересмотреть. Одномерная простая задача, одна из простых, да? Мы с вами когда-то решили. Теперь давайте немножко усложним условия и превратим эту задачу в задачу, которую можно решить с помощью двухмерной задачи нанимейского программирования. И изменение будет похоже на то, которое мы видели сегодня на лекции 2 и 1 на части 2 и 1 и нашей лекции. Итак, предположим, что количество монет достоинством 2, оно ограничено. У нас есть всего лишь 3 такие монеты. Соответственно, теперь наша цель вернуть сдачу n, размер n, используя минимальное количество монет размером 1, 2 и 5, но используя не более 3 двушек. То есть 2 копейки монет у нас всего лишь 3. То есть я нарисую 1 копеечных монет. У нас есть очень много ведро. 2 копеечных монет у нас есть всего лишь 3. И 5 копеечных у нас тоже очень много. Очень много тяжело нарисовать, но тем не менее, да? А вот двушек только 3. Вот нам надо решить такую задачу. Теперь опять, смотрите. Мы начали возвращать сдачу. Возвращаем, возвращаем. Нам осталось i копеек вернуть. Теперь, чтобы найти оптимальное решение для возврата сдачи размером i копеек, нам недостаточно знать только то, что надо вернуть сдачу размером i. Потому что мы не знаем, а можно ли использовать двушки. Если бы мы еще ни одной двушки не использовали, то да, можно использовать. Если бы мы использовали две двушки, то можно еще одну двушку использовать, она у нас есть в запасе. Если бы мы использовали все двушки, то использовать их нельзя. Теперь наше состояние системы, так называемое фазовое состояние, меняется. Нам надо знать не только, какую сдачу нам нужно вернуть, но и то, сколько еще двушек у нас осталось в ведре. Соответственно, теперь наша целевая функция будет выглядеть следующим образом. Мы определим FNI как минимальное количество монет, которые необходимо вернуть сдачу размером N, при условии, что можно использовать не более I2. Итак, FNI – это минимальное количество монет, необходимое для возврата сдачи размером N, для возврата сдачи номиналом N, при условии, что можно использовать не более I монет до 100 и 100 2 копейки. Итак, FNI – это минимальное количество монет, необходимое для возврата сдачи номиналом N, при условии, что можно использовать не более I монет достоинством 2. Монеты достоинством 1 и 5 у нас есть в неограниченном числе. Теперь наше фазовое состояние, состояние нашей системы описано точно, и мы можем решить задачу, используя принцип динамического программирования. Обратите внимание, теперь наша одномерная задача, вот она, стала двухмерной, теперь у нас есть два параметра. И теперь вместо составления таблицы с одной строчкой, у нас будет двухмерная таблица. Теперь давайте посмотрим, как меняются наши параметры. N – это та сдача, которую нам надо вернуть, и она будет, в принципе, меняться, тут лучше не N написать, а K. K – это та сдача, которую нам нужно вернуть, и K будет меняться от 0, 1 до N. I – это количество двушек, которые можно использовать. По условиям нашей задачи максимум можно использовать их 3, то есть I может принять значение 0, 1, 2 и 3. Если I равняется 0, это значит больше двушек использовать нельзя. Если I равняется 1, это значит, мы можем использовать еще одну монету 2 копейки. Если I равняется 3, значит, можно использовать максимум 3 монеты по 2 копейки. Теперь следующий вопрос вам. Какое F является ответом на нашу задачу? Нам нужно вернуть сдачу размером N. Нам можно использовать не более трех двушек, 2. FN2 будет являться ответом на нашу задачу. Как мы найдем FN2? Мы напишем формулу, и с помощью этой формулы мы посчитаем FN0. Оптимальное решение, когда нам двушки использовать нельзя. Это будет такая строчка. Потом с помощью FF0 мы найдем FN1. Это будет другая строчка. И с помощью FN1 мы посчитаем FN2. И в частности найдем решение нашей задачи. То есть строчка, строчка, строчка. На самом деле у нас будет таблица, в которой 3 строки. Итак, что нам осталось? Нам осталось написать формулу для вычисления FKI. А этап написания формулы состоит, как правило, из двух частей. Условия остановки, базис индукции и рекуррентное соотношение. Рекурсивную форму. Итак, давайте этим и займемся. Мы с вами сделаем это после перемены. А я рекомендую вам на перемене самостоятельно написать условия остановки для FKI. И попытайтесь сами написать эту формулу. Если это у вас не получится, попробуйте вернуться ко второй, третьей части лекции и посмотреть, как мы сделали это в предыдущей задаче. Возвращайтесь после перемены.